Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Огромные лужи, перекрытое движение. Такой сюрприз сегодня ждал жителей Солнечной Поляны. Рано утром там произошла коммунальная авария. Прорвало трубу. Шумный город, постоянные пробки, работа. Как же приятно просто послушать журчание ручейка. Спасибо водоканалу за это. Пока ничего не понятно. Так комментируют сотрудники водоканала очередной порыв трубы, из-за которого сразу несколько улиц оказались затоплены. Солнечная Поляна, Георгия Исакова. Здесь до сих пор частично перекрыто движение, хотя ремонтные работы начались еще в 9 утра. Одна из причин этого порыва может быть изношена с сетей? Ну естественно. Этим сетям уже более 30 лет, конечно, возраст этих домов. В другом одно гнилье. Вот ждем час осени и по новой начнется. Прорывы будут обязательно. Трубы, они же не вечные. Были бы пропиленовые или какие другие. А так, металл есть металл, он не вечный, розовеет. Приступить к ликвидации аварии долгое время не получалось. Из-за того, что на месте порыва стоял припаркованный автомобиль, который мешал проезду техники. Не удалось устранить причину аварии и к обеду. Сотрудники водоканала надеются завершить работу хотя бы к вечеру. Уточняется, что в соседних домах подача холодной воды не прекращена. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. А это уже другая часть города. Улица Короленко. Асфальт сняли, положить забыли. Одна из дорог в центре краевой столицы напоминает дороги Рубцовска в былые годы. Полотно почти полностью разбито. Уже год жители пытаются узнать, когда на их улице проведут ремонт, но сроки переносятся каждый месяц. Улица Короленко этим летом, как после бомбежки. Год назад с нее сняли верхний слой асфальта, чтобы провести ремонт. На этом работа встала. А весной талые воды окончательно добили оставшееся полотном. С тех пор там ездят очень осторожно. Не думаю, что больше 50 км в час, потому что здесь есть возможность чуть ли не в колодец провалиться. Как сообщают власти, год назад они прервали ремонт дороги из-за ремонта водопровода, который должны были провести осенью, но трубы поменяли лишь в июне. Уже три месяца жители улицы Короленко ждут и замены асфальта. Дождутся ли? Расскажем в вечернем эфире. Бьют тревогу и Федерация мотоциклетного спорта Барнаула уже в ближайшую субботу проводить соревнования всероссийского уровня, а рядом с гоночной трассой красуется, в данном случае в кавычках, груда мусора. Валентина Скерова продолжит. Вот котлованы вот такие выкапывают. В эти котлованы засыпается мусор, у них наваленный за забором, вываливают туда и вот этой землей сверху припарашивают. Вот здесь яма, там дальше кругом ямы, видите? Роют ямы, скидывают мусор и засыпают землей. Такая схема вблизи мотоциклетной площадки работает уже несколько лет. Хоронит здесь мусор местный завод, уверены представители Федерации мотоциклетного спорта. А ведь через неделю сюда приедут мотогонщики со всей страны, их свыше 120 участников. И первое, что они увидят, не скоростную трассу, а груду мусора. То, что здесь творится, безобразие надо прекращать, потому что невозможно на это уже смотреть. Тем более сейчас у нас будут все российские соревнования здесь проходить. Люди со всей России сюда приедут на соревнования, а здесь такая красота в округе. Ну, как бы уже складывается у нас мнение, что мы находимся на свалке. Между тем ямы с мусором начинают разрастаться и дальше, захватывая все больше территорий. Вот совсем новенькая яма, вырытая меньше недели назад. Представители мотоциклетного спорта уверены, что уже в эти выходные в ней захоронят строительный мусор, который расположен на этом заводе. Спортсмены уже неоднократно обращались в администрацию Ленинского района. Там отвечают, что свалка ликвидирована. Аналогичный ответ получила и депутат АКЗС Евгения Боровикова, которая тоже занимается этим вопросом. Но нашей съемочной группе предстала сегодня совсем иная картина. Мусор как лежал, так и лежит. Мы тоже сделали звонок в администрацию. Там пояснили, что в начале августа мусор был убран и, по всей видимости, появился снова. Мы не приняты меры. Мы организовали объезды, дежурство, скажем так, чтобы выявить тех лиц, которые осуществляют складирование. Нам это график составлен определенный выездов. И мы планируем все-таки до конца следующей недели на этом участке навести порядок. Кто же все-таки сваливает мусор, остается загадкой. Евгения Боровикова рассказала, что написала заявление в полицию, прокуратуру и следственный комитет, чтобы те нашли нарушителя. Кстати, помимо несанкционированной свалки, рядом с мотоциклетной площадкой находится и городская. Так что ее ароматы вряд ли вдохновят мотоспортсменов на победу во взроссийских соревнованиях 31 августа. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. А вот что вдохновило алтайского спортсмена Александра Дьяченко, на фото он второй, взять золото на чемпионате мира в Венгрии. Наверняка идеальная организация самих стартов и желание стать первым. Александр вместе с партнером по команде быстрее всех преодолел 200 метров на байдарке двойки. При этом дуэт из Польши остался на втором месте с минимальным отрывом. Соперники пресекли финишную черту всего лишь на 0,05 секунды позднее. Третье место взяли в Венгрии. Алтайский спортсмен Александр Дьяченко уже имеет в своей копилке чемпионский титул Олимпийских игр 2012 года, а также чемпиона мира 2013. К другим темам. В этом году за школьные парты сядут 30 тысяч алтайских первоклассников. За неделю до старта нового учебного года в краевой столице прошел благотворительный праздник «Здравствуй, школа!» в поддержку первоклассников из многодетных семей. Наш телеканал тоже присоединился к этому мероприятию. Мы подарили школьную канцелярию, а взамен получили детскую радость, благодарные эмоции и заряд позитива. Валентина Аскерова расскажет. Супруги Ольга и Дмитрий Сизовы через неделю отмечают двойной праздник. 1 сентября исполняется годик их дочки Аллочки, и в этот же день их Надюша идет в первый класс. Сизова многодетная семья, еще воспитывают сына Дениса. Он, к слову, пойдет в четвертый. Мальчик твердо знает, зачем он ходит в школу. Для знаний, для того, чтобы человек стал умнее, если бы не было школы, не было бы ни работы, ни денег, ни семьи, одни бы только бомжики. Спеть, танцевать и прочитать стихи о школе пришли больше 50 малышей. После праздничного концерта была игровая программа, за участие в которой дети получали специальные жетоны. Их потом и меняли на приятные призы. Хорошая поддержка для детей. Ну, конечно, конечно, для семьи, хорошая поддержка для детей. И мне радостно, что родители познакомятся друг с другом. Праздники никогда лишними не бывают. А еще они участвуют в организации праздника. Конечно, они чувствуют себя хозяевами. Кстати, уже в октябре организация «Много деток хорошо» проведет еще один благотворительный концерт в честь осенних именинников. Посетить мероприятие смогут абсолютно все дети из многодетных семей. Напомним, на Алтае таковых 28 тысяч. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульские экологи, возможно, спасли от уничтожения гнездо краснокнижного черного аиста. Об этом сообщил в своем аккаунте в фейсбуке барнаульский орнитолог Алексей Эбель. Гнездо с тремя птенцами обнаружили накануне в лесу в Первомайском районе рядом с Барнаулом. По словам Эбеля, гнездо находится меньше, чем в километре от жилых строений, но главное – эта территория была отведена под вырубку. Теперь по закону этот участок останется нетронутым, а гнездо попадет в специальный реестр, за ним будут наблюдать специалисты. Изучением черных аистов, редких перелетных птиц, специалисты Алтайского края занимаются последние несколько лет. По словам орнитологов, гнездятся аисты в основном при обских и ленточных барах, где в основном и проводятся вырубки. Вовремя находя эти гнезда, орнитологи и волонтеры, по сути, спасают популяцию этих редких птиц. В этом году обнаружили 10 гнезд, там были птенцы, всего же в край на сегодняшний день известно более чем о 40 мест гнездования. А сейчас еще немного полезной информации. В Барнаул привезли свыше тысячи моделей шуб. Кировская меховая фабрика до воскресенья ждет барнаульских дам за самым красивым и теплым предметом зимнего гардероба. Норка, лисица, нутрия – классические длинные шубы или полушубки для автоледи. На ярмарке Кировской меховой фабрики подберут изделия на любой вкус. В ассортименте модели – летучая мышь, москвичка, попереченка, кировчанка, баллончик и многие другие. В августе на все действует летняя скидка – 20%. Ну, во-первых, Киров традиционно славится своими мехами. Это всегда высокое качество. Во-вторых, Кировская меховая фабрика – это полный цикл производства, то есть от зверяка до пошива. Качественные и красивые изделия можно взять в беспроцентную рассрочку на два года. Шубы на любой вкус можно примерить в ДК моторостроителей. К вашим услугам – консультации доброжелательных и приветливых продавцов. Покупатели ждут до воскресенья включительно с 10 до 20 часов. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи в эфире.